и так здравствуйте моя семья моя интернет-семья и сегодня я продолжаю смотреть с вами вместе свои украшения и пить чаек сегодня у меня яблочный чай вы все знаете открываю свою коробочку и давайте сегодня у нас просится к нам зеленый такой вот цвет камешки из зеленого цвета давайте на них посмотрим первый камешек сделаю вот давайте посмотрим какой красивый камень правда зеленый и вот этот красивый я вам покажу смотрите вроде везде зелень правда вот везде зелень смотрите вот такая вот зелень кто любит зеленые камни я люблю всех цветов камень такая вот зелень красивая положим пока она нам не нужно вот такая зелень и вот такая видите как отличается вот это зелень вот этой зелень видите очень отличается так вот сегодня я не об этих камешках буду говорить до этих еще время придет а я буду говорить вот об этих камешках сегодня поговорим вот об этом украшении у меня такие вот такие вот бусы кстати очень очень приятной хорошие вязочки они вот правильно сделано хорошая вязка не надо перевязывать эту вязочку видите очень такая плотная правильно прекрасные бусы изумительные и небольшие этим они мне очень нравится сейчас давайте мы их хорошо рассмотрим что же это за бусики ну во первых первый камень который вам показала вот этот тоже красивый цвет но это не то по сравнению вот с этими бусиками а будем говорить мы с вами о нефрите я очень люблю этот камень но должна вам сказать что нефрит это один из самых прочных моно минеральных агрегатов нефрит его практически невозможно разбить не кирпичом не молотком ничем очень прочный знаете этот камешек бывает двух типов и потому цена варьирует например есть очень дорогой нефрит это галька которая на берегах рек вы можете найти но вы можете не можете но геологи могут найти на берегах рек вот этот галька когда это действительно очень дорогой нефрит а этот нефрит который я вам сейчас показываю этот в горах находится и именно этот нефрит гораздо дешевле чем тот который галька нефрит галька раньше нефрит и жадеид считался одним минералом и назывался жадом а потом стали их различать в китайской философии нефрит особенный камень за счет своей вязкости нефрит сопоставим по прочности с некоторыми металлами кстати в нефрите есть никель есть железо есть в составе но мы знаем что никель очень важен важен для организма поэтому нефрит носить надо когда он на вашем теле то он взаимодействует с кожей и происходят специальные процессы он когда он взаимодействует и это очень благотворно влияет на кожу таласа терапевты которые занимаются таласа терапии они активно используют нефрит своих терапевтических процедурах например нефрит он очень хорошо принимает ну нагревается температуру воспринимает и он очень медленно эту температуру отдает то есть он долго держит температуру даже когда его кладут в холодную воду он не сразу остывает и поскольку в нем есть никель то мы знаем что никель необходим организм человеку он принимает участие в организации структуры и функционирование главных компонентов клетки рнк и днк белка стимулирует процессы кроветворения вместе с медью кобальтом и железом которые также есть в нефрите он участвует в процессах гема поэза по своему воздействию никель схож с кобальтом активизирует некоторые ферменты принимая участие как структурный компонент он вовлечен в жировой обмен обеспечивая клетки кислородом определенные дозы никеля активирует действие инсулина задействован в гормональной регуляции организма связан с метаболизмом глюкозы вы знаете никель встречается также в продуктах питания таких как горок гречка овсянка фасоль зерно грибы сушеные лук салат морковь хлебопулочные изделия черная смородина абрикосы вишня орехи шоколад чай какао там есть никель вот и вот в этом камне в нефрите поэтому таласа терапевты они советуют носить никель вот если я подержу еще немножко никель в руке или на руки то он будет совсем совсем теплый и он будет согревать плоские камни от никеля раскладывают по спине и делают специальный массаж таласа терапевты вот ну а если вы просто носите никель на руке то ваши вот здесь вот где пульс вот здесь он очень благотворно влияет и происходят нужные нужные процессы для организма в общем господь бог умничка он знает зачем он создает тот или иной камень поэтому носите наслаждайтесь радуйтесь такой красотой посмотрите какой цвет во первых зеленый цвет очень приятен для человека почему весной появляется зелень для меня нефрит это зимний камень во первых потому что он хорошо держит тепло когда нагревается у вас на руке а во вторых потому что вот у него такая очень красивая зелень прям необыкновенно красивая зелень и она своеобразно мне как бы знаете напоминает все-таки весну а я люблю весну я люблю зелень я люблю вот такую вот красоту очень насыщенный цвет настолько насыщенный что о нефрит восстанавливает и приводит в норму почки так говорят но как путем нагревания если вы плоские камни плоские нефрита не вот эти а нефрита плоские камни будете раскладывать прогревать почки именно прогревать то в то время когда вы чистите почки от песочка то песок очень быстро начинает отходить благодаря вот таким вот камушкам вот так вот поэтому он и называется в общем то нефрит он улучшает кровообращение не забывайте положительно влияет на костный мозг устраняет неполадки селезенка и снимает внутренние внешние воспаления лечит геморрой но опять таки это знает таласа терапевта как это происходит опять я вам говорю благодаря вот своим вот этим вот свойствам экземы и лишаи лишай не терпит нефрита то есть вот видите состав нефрита волшебный уникальный и мы не знаем всего еще про нефрит тут еще много много загадок который нам не дано знать почему лишай не терпит камень нефрит ну вот кто мне может сказать вот почему человек который носит на руках нефрит не болеет лишаями исчезают лишаи ну вот как что это такое пожалуйста такие вот свойства имеет нефрит если болит желудок или сердце постоянно носите на груди кулон из белого нефрита советуют таласа терапевты и лито терапевты это такие терапевты которые изучают именно с целебные свойства разных разных камней но я с вами прощаюсь и познакомилась сегодня я вас вот с таким замечательным камнем кстати из этого камня делали печати индейцы почитали этот камень они были рады что европейцы приехали только за золотом и серебром они были рады что европейцы ничего не знали про нефрит потому что у индейцев это был священный камень который спасал их от многих болезней на самом деле это не то что он священный любой камень священный потому что его создал господь бог а это то что в нем в его состав входит и какие свойства он имеет каждый камешек имеет свой состав и каждый камешек на тело наше при взаимодействии с нашими жировыми клеточками с нашими кислотами совсем играет свою роль вот например если положите известняк что с вашим телом начнет твориться и здесь начнет поедать так если вы положите землю долго земли работаете что с вашей становится кожей она сушится а если нефрит начинается обогрев начинаются какие-то необыкновенные приятные происходить с кожей изменения или соды потрите соды и у вас совсем кожа засияет заблестит видите каждый каждое божие божий минерал по-своему действует на организм человека как внешне так и внутренне почему я люблю натуральные камни все я вас всех люблю целую будьте здоровы не болеете носите натуральные камни собирайте их у меня целая скрабничка а сами была ваша катя пока пока